Приветствую, на связи Елена Литвиненко. Давайте мы посмотрим, каким образом можно использовать Microsoft Word 7 офис для интернационно-логического анализа. Что у нас здесь есть? Какие нам нужны, по сути дела, обозначения? Нам нужно подчеркивание, как вы видите вот в этом случае. Для этого мы используем вот эту функцию. Здесь нужно нам выбрать толщину подчеркивания. Это слишком тоненькое. Давайте предпочтем вот эту толстую линию. И цвет подчеркивания. Он может быть черным, но нас не устраивает черный. Нам нужен цвет контрастный. В данном случае я выбрала темно-красный цвет. Дальше. Что нам еще нужно? Нам нужны вот эти вот стрелочки, показывающие повышение интонации и понижение интонации. И, кроме того, нам нужны вот эти вот слэши, прямо стоящие, которые у нас будут обозначать паузы. Эти слэши прямо стоящие можно сделать. Найдите на клавиатуре. Показать мне это вам невозможно на экране. Нужно найти на клавиатуре прямо стоящий слэш и его использовать. Если этого слэша нет в русском языке, то ищите его в латинице. Поскольку текст у вас уже набран, вам все равно, в общем-то, когда вы будете делать интонационно-логический анализ. Кроме того, давайте мы пойдем с вами на вставку. Найдем вот эту вот символическую штучку, вот эту вот вкладочку символическую. Обратите внимание, здесь есть различные стрелочки, но не все стрелочки, которые нам нужны. Поэтому мы с вами откроем другие символы. У нас выскочит вот такая вот таблица. И найдем эти символы там, где они расположены все. Вот смотрите, вот на этой строчечке нам понадобится символ, в принципе, в больной и большей степени. Интонация вверх, вот такой вот символ. Интонация вниз, вот такой вот символ, который мы с вами будем использовать. Для того, чтобы нам было удобнее, мы наш большой экран с текстом возьмем и сожмем. Таким образом, у нас с левой стороны табличка, которой мы будем пользоваться. И с правой стороны в данном случае, собственно говоря, текст. И идем дальше. Я, например, когда делаю интонационно-логический анализ, я всегда это произношу в слух. В данном случае у нас речь в суде. Уважаемый суд. Обратите внимание, вот она стрелочка, которая показывает повышение интонации. Дальше небольшая пауза и логическое ударение на слово суд. После этого, что мы делаем? У нас интонация идет вниз. И мы делаем паузу. И вот она у нас отмечена, это пауза. Идем дальше. Прошло то время, когда, вот у нас, вы видите, здесь есть в этом месте запятая, и поэтому обязательно у нас интонация вверх. Прошло то время, когда предприниматель гнался за быстрой прибылью. Сейчас первоочередная задача превратить каждого клиента в постоянного. И это возможно только при условии, что он останется доволен своей первой покупкой. Обратите внимание, точка. Здесь я этого не сделала, но мы сейчас именно в этом месте поставим после точки стрелочку вниз. Вот я ее уже выделила синим. И мне остается только нажать, вставить. Вот она у нас появилась, эта стрелочка. Поэтому каждый здравомыслящий предприниматель, в этом месте мы с вами вставим стрелочку, интонация вверх, вот она перешла, вставляем. Мы ее вставим после слова предприниматель. Каждый здравомыслящий предприниматель ставит во главу угла качество товара. И вот наши вертикальные рисочки, наши вертикальные слэши, которые обозначают более длительную паузу. Паузу средней длины. И мы начинаем следующую мысль. Основные правовые доводы изложены мною в апелляционной жалобе. Сегодня хочу обратить ваше внимание лишь на следующие факты. На следующие факты, да? Вот мы сейчас следующие факты мы выделяем. Идем на главную. И используем подчеркивание. Оно у нас уже настроено. Лишь на следующие факты. И, конечно же, мы здесь поставим только один одиночный слэш. Заказчик видит эту ситуацию в черных тонах. Это совершенно понятно. И мне, и вам, как потребителям, несложно его понять. Итак, первый раз у нас встречается понятие заказчик. Значит, обязательно заказчик мы с вами выделяем. Соответственно, подчеркиваем. Заказчик видит эту ситуацию в черных тонах. В черных тонах мы тоже подчеркиваем. И после этого ставим с вами, у нас уже здесь есть, вставляем с вами повышение интонации. Еще раз проверяем. Заказчик, здесь есть явная пауза, правда же? Пауза небольшая, но она есть, и мы ее обозначим. Заказчик видит эту ситуацию в черных тонах. Это совершенно понятно. Хотя стоит точка, но в данном случае мысль не полностью закончена, и поэтому мы идем дальше. И мне, и вам, как потребителям, несложно его понять. То есть мы объединяем и говорящего, в данном случае адвоката, и суд в одно целое. И мне, и вам, как потребителям, мы опять же становимся на сторону потребителя, да? Несложно его понять. Несложно. Однако, опять же, да, в данном случае лишняя запятая, но обязательно мы поднимем с вами интонации. Однако, давайте взглянем на ситуацию под другим углом. Тут же сразу же я редактирую. Под другим углом. Ну и так далее, в общем-то. Здесь, конечно же, как в конце предложения, мы с вами поставим понижение интонации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!